Во время так называемого кризиса неплатежей 2008-2009 года, когда нас всех обстановка проверила на вшивость, что называется, и на возможность в таких условиях держать свое слово, данное кому-то, я помню пример одного из офисных деловых центров в городе Казани. Из-за их умелой и рациональной тактики действий они смогли не только сохранить в тот сложный период свою клиентскую базу, когда арендаторы просто не могли платить по многу месяцев, просто был кризис платежей, кризис наличности, кризис расчетов через банковскую систему. Они не только смогли сохранить свою клиентуру всю, они смогли потом выйти из кризиса и еще и построить себе дополнительный офисный центр. Это уже было, конечно, существенно позже, наверняка там за кредитные деньги. И благодаря такой умелой политике у них сейчас совершенно нет вакантных площадей. То есть вот пустующих офисов как бы нет, есть очередь на освобождающееся помещение. Соответственно, что они делали? Они помогали, ну фактически брали на себя часть болячек своих арендаторов, не скажу, что прям как бы кредитовали, да, хотя на самом деле предоставить отсрочку месяц, два, три – это на самом деле кредитование, да, то есть это взять на себя финансовые проблемы своего партнера, да, своего арендатора. То есть они кредитовали, получается, своих клиентов. Более того, они помогали осуществлять реструктуризацию площадей. Ну, то есть, например, помимо каникул и отсрочки, да, по уплате, они помогали изменять, уменьшать площади, то есть они помогали переезжать из больших офисов, из больших помещений в маленькие, да, когда там люди раньше спокойно арендовали целое, что называется, футбольное поле, офис такой большой, да, потом стали арендовать несколько офисов поменьше. И это было рационально. То есть жирок небольшой как бы убрать, да. Потом они помогали своим клиентам менять класс арендуемой недвижимости. Ну, то есть, там, не знаю, там А+, и какие-то еще там категории, да, переезжала, категория А переезжала в Б, три плюса, по-моему, такая категория тоже есть на рынке недвижимости, Б три плюса переезжала там в Б с одним плюсом. Если крупными мазками А переезжал в категорию Б похуже, Б переезжал в категорию С, еще более простую по ценовой категории без особых изысков, да. Понятно, что в тот момент, да, как всегда бывают компании, которые как сидели в офисах класса А, так и продолжают в них сидеть. У них репутационная составляющая выше, чем какая-либо экономия по накладным расходам и все такое прочее. Вот. Поэтому, в принципе, этот период опять проверит нас всех на прочность, на порядочность, на умение держать свое слово. И что очень интересно, вот предоставить, например, каникулы по уплате арендной платы арендатору, да, можно, но тогда финансовая нагрузка ляжет опять на плечи владельцев недвижимости, да, то есть арендодателей. Совершенно справедливо рядами представителей профессионалов этой отрасли предложено государству взять на себя часть. Ну, то есть, одно дело просто сказать о том, что мы сейчас рядовым гражданам, например, и там малому бизнесу дадим каникулы по арендной плате, но не предусмотреть для другого бизнеса, который на другой стороне договора, да, никаких средств компенсации, это довольно смешно и несерьезно. Вот если региональные власти прислушаются и сделают каникулы по налогу на недвижимое имущество, причем надо понимать, налог на недвижимое имущество в структуре арендной платы, это на самом деле мизер, то есть отказаться от арендной платы в течение нескольких месяцев, это не то же самое, что отказаться от налога на недвижимое имущество в течение этих месяцев, да, здесь разрыв может десятки, а иногда и сотни раз достигать между суммами арендных плат и налога на недвижимое имущество. Поэтому каникулы на недвижимое имущество должны быть за более серьезный продолжительный период, чем отсрочка. Ну, я не знаю, то есть сейчас вот если, например, посчитать, может так получиться, что арендные каникулы для арендаторов три месяца должны быть сопоставимы с каникулами или с льготами по налогу на недвижимое имущество, скажем, на два года. Потому что, во-первых, этот налог региональный годовой и уплачивается со средней годовой стоимости имущества, остаточной стоимости, да, как 2% от средней годовой стоимости имущества, определяемой за квартал, за полгода, 9 месяцев и год. Соответственно, там нет.